Всем тихой ночи. Чем мне нравится SCP, так это тем, что вселенная фонда за время своего существования включила в себя уже практически все легенды и мистические истории, какие только есть. И в этом видео мы снова узнаем о каких объектах тайного фонда говорили еще задолго до появления сайта SCP. В лоре фонда есть такая вещь, как Девиты. Древняя цивилизация, существовавшая в далеком прошлом и практиковавшая магию крови и изменения плоти. Кто не видел, оставлю ссылку на разбор в описании. Так вот, к девицкой культуре относится находка фонда под номером SCP-392, представляющая собой растение, напоминающее персиковое дерево, на котором вместо плодов растут человеческие головы. Звучит довольно дико. Неужто кто-то мог верить когда-то в такое? На самом деле мог. У древних греков был миф о дереве, на котором растут овцы, вместо фруктов. И истории о таком дереве оказались удивительно живучи. Из греческих мифов они перешли в легенды еврейского народа, а затем перебрались в Европу. Европейцы на полном серьезе обсуждали, что некоторые виды птиц, например, белощекая казарка, растут на деревьях. Во многих бестиариях были изображения птиценосных растений. А слухи о том, что в далекой Тартарии на ветках плодовых деревьев зреют овцы и другие животные, обсуждались даже в эпоху просвещения. Тартария – это, кстати, мифическое государство, в существование которого верили европейцы. И находиться оно должно было примерно там же, где империя девов из SCP. Забавно, что сейчас выходит все больше разных конспирологических книжек, которые доказывают, что Тартария – это не сказка. И она существовала на самом деле. Что немного напоминает сюжет SCP-140. В 19 веке британский натуралист Генри Ли написал книгу под названием «Ягненок растений из Тартарии» о тех самых деревьях, на которых растут животные, для чего изучил множество древних текстов, среди которых был написан раввином 13 века том, где англичанин прочел о существе, представляющем собой человека, который, подобно тыкве, растет из земли. В своей книге Генри приводит множество примеров легенд, согласно которым в мистической Тартарии, а также в Индии, выращивают различных животных и даже людей в садах на ветках деревьев. Соответственно, вот и SCP-392. Правда, такого конкретно мифа, чтобы выращивали только головы, я не нашел. Но ведь и по сюжету SCP-объекта это магическое дерево было создано девицкой колдуньей для собственного развлечения. Вообще удивительно осознавать, что некоторые вещи, которые мы сегодня считаем прикольной фантастикой, когда-то считались людьми и правдивыми фактами. Более того, вот эту конкретную историю о деревьях с птицами удалось опровергнуть только в 19 веке. Ученым-биологам и в том числе Чарльзу Дарвину. Однажды фонд SCP зафиксировал сообщение о встрече с необычными китами в Балтийском море. МОК-фонда, работающая с подводными аномалиями, выдвинулась на место и обнаружила, что странные морские животные выходят практически из одной определенной точки, которая является переходом в карман на измерение. Локация эта была обозначена как SCP-6055. Конечно же фонд отправил в нее экспедицию, которая нашла целый подводный город, сделанный из камня и скрытый в этом измерении. Внутри был найден золотой шар, оказавшийся машиной с искусственным интеллектом, который поведал агентам фонда, что объект был создан для спасения человечества. А вот от чего нужно было спасать людей и кем было создано это место агентам фонда и предстоит разобраться в объекте. Но так как это видео не о самом объекте, а его реальной основе, самое интересное в SCP-6055 для нас то, что он основан на сообщениях об аномалии в Балтийском море. Собственно, сам объект и называется Балтийская аномалия. В 2011 году шведская группа подводных кладоискателей увидела на экране своего сонара странный объект. Его вид был таков, что вскоре в желтых газетах начали появляться заголовки такого плана, что найдена затонувшая летающая тарелка и действительно изображенный на снимке предмет очень напоминает космический корабль. Поначалу было предположено, что это причудливая помеха на сонаре, однако позже существование объекта было подтверждено. Дайверы взяли образцы материалов, из которых состоит объект. Это оказалась массивная каменная структура, которая, судя по всему, была образована давлением ледников. Разумеется, такое объяснение не устроило конспирологов, которые считают, что объект это подводный город или космический корабль пришельцев. В 2016 году был снят фильм Балтийская аномалия. Кстати, не понимаю, почему у него настолько высокий рейтинг, потому что сам по себе этот фильм выглядит как по сиделке блогеров на стриме. В общем, сначала в нем показывают интервью с этими кладоискателями. Они в основном говорят, что это, скорее всего, естественное образование, связанное с вулканизмом или движением ледников, но все же понемногу нагнетают таинственности. Капитан корабля охотников за сокровищами сообщает, что в том месте у них начали происходить необъяснимые поломки. Капитан поведал о том, что когда они проходили над этим местом, у них отказывало и глючило различное оборудование. Но это все еще недостаточно мистично, потому на 40-й минуте пришел мужик, который сказал, что на самом деле мы не знаем, что это, а еще что объектом заинтересовались военные. Дальше больше. Выступающий за ним сказал, что это вот совсем точное НЛО. А потом пришел какой-то чувак, который представился экспертом и не согласился с уфологом. Он сказал, что Балтийская аномалия – это древний каменный город, подозрительно похожий на описание объекта SCP-6055. Да, судя по всему, именно его рассказ лег в основу объекта. Так что в 2021 году история Балтийской аномалии получила свою интерпретацию в мире SCP. Тайный фонд, так сказать, окончательно во всем разобрался. И как обычно я делаю в этих видео, мы посмотрим на один объект, который не попал на сайт SCP и так и остался в песочнице. Вообще, как-то не очень любит администрация фонда опускать на сайт объекты, представляющие прямой пересказ какого-то странного феномена. Что, на мой взгляд, не очень хорошо. Потому что было бы классно, если бы часть объектов была именно что реальными событиями или известными городскими легендами. Это бы усиливало ощущение такой псевдодокументалистики. А может, дело в том, что реальность в очередной раз оказалась безумнее любой фантазии? SCP-005 – это миметический феномен, связанный с тем, что люди, верящие в вентиляторов убийц, оставаясь в комнате, с таким бытовым прибором могут умереть при странных обстоятельствах. Этот бытовой прибор может начать испускать невыносимый жар в сторону у жертвы или, напротив, охладить комнату настолько, что человек умирает. Вентилятор, убивший таким образом своего хозяина, тоже становится SCP-объектом, так что его опасность для людей многократно возрастает. Он начинает как будто бы вести себя таким образом, чтобы быть максимально опасным для человека. При этом было установлено, что если подопытные не верят в вентиляторов убийц, объект на него не действует. Прочитавший этот текст, люди могут подумать, что это полнейшая чушь. Кто вообще мог такое придумать, да еще и отправить на сайт SCP? Но не спешите с выводами. Вентиляторы убийцы – это вещь, в которую вполне себе верят в Корее. В 20-е годы 20 века в Корее начали появляться разные электроприборы, и по какой-то причине вентиляторы были сочтены особенно опасными. Кто-то боится микроволновок, кто-то ГМО, а вот корейцы придумали бояться вентиляторов. Считалось, что вентиляторы вызывают множество болезней и призывают недобрые мистические силы. Тошнота у души и паралич лица – все это верные признаки того, что жужжащее чудовище с лопастями начало уничтожать человека. Позже этот миф получил псевдонаучное объяснение, вернее даже несколько. Одно из них говорило, что вентилятор так закручивает воздух, что человек задыхается. Другое, что холодный воздух может стать причиной обморожения. В общем, если вам вентиляторы не кажутся страшными, то да, на Земле есть место, где их побаиваются. Это была еще одна тройка объектов, основанных на различных легендах и мифах. На мой взгляд, очень классное направление развития SCP-вселенной, добавляющее каких-то ноток, которых нет в историях, являющихся простым вымыслом авторов. Всем пока!